Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. Сегодня отвечаем на популярный и часто повторяющийся вопрос по поводу карбоксотерапии. Расскажет физик-химик об этом, человек, который производит и создает лазеры, в том числе для медицины, для косметологии и многие другие сложные приборы, то есть тот, кто хорошо в этом разбирается, тот, кто знает, какие новые веяния продвигаются в косметологии, чем это грозит нашей кожи. Я дократно уже спрашиваю про карбоксотерапию. Отвечаю. Для того, чтобы толпу людей, имеющих деньги, желающих свершить несовершаемое и достичь недостижимого, чтобы их раскрутить на деньги, нужно все время придумывать новые уловки. Поэтому товарищи косметологи придумывают разные волшебные слова. То они вас завлекали мезотерапией, ревитализацией, кислотами, пилингом, всякими волшебными лазерами, магнитами, ультразвуком, радиоволнами, прочими загадочными вещами, но всякая подобная новинка, она довольно быстро приедается. Когда все уже себе сделали ревитализацию на основе органических кислот, то уже скучно становится, и нужно придумывать что-то новое. Но в человеческом организме ничего особо нового за последние 50 тысяч лет не изменилось, так же, как, впрочем, в косметологии. Но вот названия каждый раз новые. Причем, чем быстрее ты выдумаешь новое название, тем быстрее ты сумеешь привлечь тех самых многочисленных гражданок, которые жаждут вечной молодости, причем прямо сейчас. Ну вот очередное волшебное название – это карпокситерапия. С технической точки зрения есть двух видов. Инъекционная и безинъекционная. Инъекционная – это впрыскивание специальным шприцом, микроиголкой, микроколичеств углекислого газа, что, естественно, приводит тут же к обновлению кожи, формированию новых коллагеновых волокон, улучшению тонуса кожи, разглаживанию морщин и так далее. Это их обещание? Это их обещание. Ну, обещание любых косметологов – это вы будете выглядеть как попа младенца на третьем месяце жизни. Ну, вот это сразу вранье, с самого начала. Смысловая часть. Ну, вообще впрыскивать какие-либо газы в человеческий организм достаточно опасно. То есть это газ? Углекислый газ. Это буквально физический газ. Идея инъекционной карпокситерапии состоит в том, что в кожу протыкают в многих местах микроскопической иголкой, тоненькой иголочкой, и впрыскивают небольшое количество углекислого газа. Ну, начнем с того, что впрыскивать в организм газ всегда опасно, потому что в больших количествах пузырек может попасть кровоток. Дальше эмболия, то есть закупоривание сосудов. Он уносится стоком в крови и закупорит какой-нибудь мелкий сосудик, капилляр, приведя к ишемии и отмиранию тканей. Если вы впрыскиваете достаточно большое количество воздуха, то это гарантированное отмирание каких-то областей, либо в легких, либо в мозгу. То есть должен быть дипломированный врач, чтобы хотя бы не навредить, да? Нельзя делать без мозгов. Технология, по идее, должна приводить к тому, что так устроено, что углекислый газ довольно быстро растворяется в крови. И если это маленький пузырек, то он далеко не уйдет. Даже если вы попадете в сосудик, он довольно быстро растворится. То есть, если соблюдать все требования и технологии, оно более-менее безопасно. Если соблюдать асептику, если соблюдать правила с разовыми расходниками, то, в принципе, оно безопасно. А что, собственно, происходит? Происходит то же самое, что при мезотерапии, при органических кислотах, ревлифтинг и прочее. Раздражение поверхностного слоя кожи в результате механического воздействия, и в данном случае травматического, с формированием небольших очагов соединительной ткани, которые образуют пространственную решетку, укрепляющую дряблую кожу. Немножко отойдя в сторону, вспомним, что клетки, которые составляют наш организм, это пузырьки, грубо говоря, жидкости, вообще бы воды с солью, заключенные в очень тонкую, тонкую, нежную оболочку. Если их положить на проводную поверхность, не растекутся лужицы. Но мы с вами не растекаемся лужицы, в общем, образуем довольно компактный организм, за счет того, что как наши клетки, пронизанными фибрилами, тончайшими нитями, которые превращают клетку в некое компактное, более-менее устойчивое образование, так и наша кожа, ну и вообще все наши органы, которые по сути желеобразные и полужидкие, но сохраняют форму благодаря внутренней сетке из, прежде всего, коллагеновых волокон, которая натянута и, стягивая эту желеобразную жижу, превращает ее в некое подобие человекообразного организма. С возрастом эти нити рвутся, растягиваются, удлиняются, и кожа провисает, хочется изображать из себя юных и подтянутых. Вот это можно сделать, протыкая кожу в разных направлениях многочисленными иголками и выращивая цепочки клеток соединительной ткани, которые как-то заменяют естественные коллагеновые волокна. Иными словами, шрамов подкожных? По сути, тонких линейных шрамов. Они на самом деле не заменяют молодость кожи, не воспроизводят, потому что они неэластичны. Кожа становится потихоньку грубой, неэластичной, и постепенно превращается по мере повторения этих процедур и по мере старения в некую довольно жесткую маску. Ну, если терять нечего, то можно и так. Но вы можете на сколько-то затормозить это, попротыкав в себя иголками. Другой вариант, почему-то тоже называемый карбокситерапией, ну, это чисто внешняя схожесть вовсе не по механизму действия, это безинъекционная карбокситерапия, вам накладывают масочку, которая тихонечко шипит или не шипит, но по крайней мере выделяет углекислый газ, чаще всего в результате химической реакции, и это приводит, ну, к тому же эффекту. Кожа краснеет, кровь приливает, на несколько дней у вас из-за повышенного тонуса сосудов кожи будет ощущение обновления, ну, через две недели все вернется к своему исходному состоянию. То есть действие исходное с кислотами? Абсолютно. Столь же безопасное и временное, да? Абсолютно. Если кислоту наносить в виде крема сверху на кожу? Я не берусь судить о безопасности, потому что это очень сильно зависит от дозировки, естественно. То есть вы можете намазать кислотой на неделю и вы уйдете с облезлой шкурой и с тяжелыми ожогами и так далее. мы говорим о дозировке приемлемых. Вот карбокситерапия это форма обработки кожи органическими или неорганическими кислотами, которая полностью эквивалентна то, что раньше называлось органической кислотой. Просто сопровождается это некими визуальными и осязательными эффектами, связанными с выделением углекислого каза. Помнишь, ты рассказывал, что проводилось такое исследование в боку вену загонялось длинная игла. Оказалось, что еще разочек об этом? Ну, это у нас в институте он занимался внутрисосудистым облучением, лазерным излучением гильонного лазера. Это делалось на базе Черноголовского какого-то медицинского заведения крупного. Просто любопытный эффект, о котором все должны знать абсолютно. однажды лазер не включили, а эффект тот же самый. А эффект-то был хорошо контролируемый. То есть, поскольку все это делалось в больнице, пациенты, в общем, весьма нездоровые люди, обессиленные, часто, еле живые. и после введения катетера с волокном довольно далеко в вену, резко повышался тонус мышечный, заметно повышалось давление, резко возрастала частота сердечных сокращений, мужчинам возникала неконтролируемая реакция. В общем, хороший такой комплекс событий физиологических. А потом однажды лазер не включили, а эффект тот же самый. То есть, они не лекарства вводили, а не лазерное излучение. Лазерное излучение, да. И пытались в вену глубоко. И то есть, получается, что само воздействие именно приводит в тонус наш организм. Механическое раздражение. Это сама иголка либо кислоты, а вовсе не тот раствор, который вам вводят в данное место конкретное. Вену, капилляр и так далее. Большая часть вот этих косметических процедур связана с каким-то способом раздражения поверхностного слоя кожи. Это может быть химический, это может быть механический, это может быть радиочастотный, лазерный. В любом случае, кожа реагирует на это стрессовое воздействие, ну, тем, что активизируется обмен, прибегают санитары. Начинается восстановление. Да, пожарные, милиция. Все начинают разгребать последствия внешнего воздействия. Ну, и в связи с этим заодно уберут мусор, немножечко подчистят помойку, возникшую в коже за 50 лет. Но вы не сможете реально омолодиться. Это пожарные меры, которые позволят на некоторое время ощутить себя немножечко моложе. Ну, уже приятно для кого-то, поэтому предлагаем не рисковать, не вводить никакие составы именно в вены и в кожу глубоко, а все-таки остановиться на каких-то поверхностных с процентным легким содержанием, если уж так хочется. Ну, скажем так, если полностью соблюдать все правила работы, то оно довольно безопасно. В любом случае, любое инъекционное воздействие всегда содержит риск заражения, риск несения инфекции, более травматично, чем поверхностно, но и при поверхностном воздействии тоже можно накосячить, тоже можно устроить себе ожог, тоже можно устроить облезлую кожу с последующими рубцами, или пигментными пятнами, или буквально ожогами. Во всем меры и осторожности. То занадто, то нездорово, как говорили поляки в свое время. Поэтому... Переведи. Ну, что слишком, то бессмысленно, то нездорово. Поэтому, пожалуйста, не надейтесь на то, что случится чудо, пользуйтесь стандартными защитными кремами для облегчения страданий кожи в нашей окружающей среде. Говорим об СПФ? Ну, это СПФ, это и увлажнение. То есть, уход? Уход регулярно, уход спокойно, без нервов, без иголок, всего здорового. Не рассчитывайте на то, что после того, как вы сходите в новую патентованную забегаловку за углом, которая рекламирует абсолютно новый метод, вы выйдете оттуда 18-летние. А хорошо бы? Хорошо бы. Называются молодильные яблоки. Это сказка? Да. Что там? Чан с кипящей водой, чан с крючевой водой. Даже машинка как-то мощно возмущается. Все, спасибо огромное, что ответил на вопрос, потому что очень было много вопросов именно по карбоксотерапии, и все это рядом.